Валерия Богаткина учится на инженера и мечтает изменить мир к лучшему. Свободное от учебы время помогает нуждающимся. Период самоизоляции девушка дни напролет проводила в колл-центре. Вместе с товарищами они принимали звонки и доставляли продукты пожилым людям. Было очень много заявок, то есть у нас телефон колл-центр просто разрывался от звонков. Очень много людей, которые оказались в такой ситуации, что они одиногие. У них нет близких людей, либо есть, но они не могут оказать им помощи. Некоторые истории были, которые трогали просто до глубины души нас. Хотелось помочь каждому. Мы сделали все, что мы могли. Самарских волонтеров поошлили за безвозмездный труд и самодачу экскурсии по городу. Для 20 ребят устроили пешую прогулку по знаковым местам Самары. Дату выбрали не случайно. 17 июля отмечается День Самарской символики. Поэтому стартовой точкой стала площадка у стен Иверского монастыря. Здесь в 19 веке монахини создали Самарское знамя. Далее по плану Струковский сад со скульптурой Козы. Такая же изображена на гербе города. Финальная точка – памятник Петру Алабину, главе Самарской губернии с 1884 по 1891 год. Постарались максимально как-то этот день провести масштабно, громко для молодежи, чтобы они знали, что у нас в Самарской области есть гимн, герб, флаг и что у нас достаточно богатая история. Привлекать внимание молодежи к истории родной земли – это одна из важнейших задач, неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его инициативе в школах региона появился также новый урок – история Самарского края. Мария Левина, Василий Калдашов. События.